Добрый вечер. Летом 17.00 не кажется вечером, поэтому я, наверное, скажу добрый день. Мы начинаем нашу встречу. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли вы меня слышите и видите, потому что я вижу, что кто-то вот только-только звук подключает к нам, присоединяются люди. Так, спасибо большое за плюсы. Коллеги, давайте знаете тогда, как я вот вижу, что у нас у одного участника никак не получается звук подключить. Вы, если можно, тогда в комментариях помогите, потому что человек, может быть, не слышит, но он может читать и, там, может быть, с настройками что-то помочь. Ладно, а мы с вами начинаем. У нас сегодня вебинар продлится, ну, наверное, минут 40-45. Он не очень длинный, потому что хотелось бы как раз говорить о таких вещах, которые могут быть интересными, но не длинными. Мы будем говорить о том, чем можно заняться с учениками летом. Посмотрим на некоторые ресурсы, многие из них бесплатные абсолютно, и на прием для того, чтобы можно было поддерживать английский язык на каникулах. Вот, спасибо большое, Татьяна Вячеславовна пишет, что хорошо видно и слышно. Замечательно. Если вам потребуется презентация, то я вам ее с удовольствием в конце вебинара дам возможность скачать, отправлю чат. Хорошо? Итак, давайте мы сегодня посмотрим на то... Ну, конечно, учебный год мы уже подвели итоги, сейчас уже ученики ЕГЭ сдали и прочее. Кстати, коллеги, а у кого из вас в этом году ученики ОГЭ или ЕГЭ сдавали? Ну, по ОГЭ уже результаты известны, а вот как по ЕГЭ ощущения? Хорошо сдали или не очень хорошо? У меня в этом году только две ученицы сдавали ОГЭ, обе сдали на одинаковое количество баллов ухитрили сдать, то ли на 64, то ли на 65, кажется, вот, то есть у обеих пятерки. Но ошибки разные, правда, сделали, поэтому то, что баллы одинаковые, это совпадение. Вот сейчас жду, какие результаты будут у двух учеников по ЕГЭ. Ну, в принципе, сказали, что довольно несложно было в этом году. Так, вот я вижу, к нам присоединяются все люди. Добрый вечер, коллеги, те, кто присоединяются. Но давайте я все равно немножко расскажу о том, что можно сделать, чтобы подвести итоги учебного года, потому что понятно, что какие-то ученики приходят к нам на летние занятия, правда же? И вот ровно то же самое мы можем с ними сделать и летом. И посмотрим на то, что можно делать летом ученикам разных возрастов, и самое главное, как сделать так, чтобы эти занятия не превратились в работу с учебниками. Чтобы они были интересными для учеников, чтобы они были необычными, чтобы они были нескучными. И поговорим о том, что можно ученикам посоветовать. Так, я вижу, к нам присоединяются коллеги, у которых свои студии есть, и которые работают с детьми младшего возраста. Вот, очень приятно, потому что я постараюсь сегодня показать разные приемы. Итак, что можно сделать для того, чтобы провести какое-то занятие, которое подводит итоги учебному году, потому что это и сейчас можно сделать, и мотивирует учеников на изучение английского языка летом. Как вот можно это сделать? И, кстати, как можно организовать создание материалов руками учеников к Новому учебному году? То есть сделать так, чтобы какие-то вещи, которые дети сделают летом, мы могли бы с вами использовать на первых уроках. На самом деле приемов очень много, я покажу только небольшую часть. Итак, например, что можно сделать для того, чтобы ученики увидели свой прогресс? Потому что вы сами знаете, оценка – это хорошо, но не всегда эти ученики доверяют оценке. Или, скажем так, не то, чтобы они не доверяли, они не всегда в нее вкладывают какой-то большой смысл. Потому что они привыкли, что оценка иногда зависит от взгляда преподавателя, они могут с ней не соглашаться. Поэтому что можно сделать? Можно предложить ученикам попробовать написать, что они знали и умели в начале года, и что они знают в результате этого учебного года. В качестве опоры удобно дать таблицу. И помимо знаний, потому что знание – вещь такая, сегодня знал, завтра забыл, можно включить какие-то отношения к чему-то, и можно включить мотивацию. Например, посмотрите, можно сделать так. Предложить ученикам подумать, как они начинали учебный год в сентябре, и как они его сейчас закончили. И попробовать написать, например, «Favorite subject then, favorite subject now». Hardest subject then, hardest subject now. Я, например, очень рад, что у тех учеников, с которыми я в этом году занимался, помогал им готовить с КГ и ЕГЭ, они мне говорили, что английский в начале года им казалось трудным, а сейчас вдруг все неожиданно легко оказалось. Но я, естественно, им объясняю, что это легко, потому что они работали и потому что они занимались, иначе легко не было бы. Какие-то еще вещи можно вписать, например, «Spot you are good at then», «Spot you are good at now», «Most difficult to learn then», «Most difficult to learn now». И так далее, и так далее. То есть это фактически опора для начала рефлексии, для начала обсуждения. Но она очень здорово помогает ученикам увидеть, как у них вкусы изменились, предпочтения, что им казалось трудным, кажется сейчас простым, что им сейчас кажется трудным. То есть, по сути, с этого очень легко вывести разговор на то, чем же можно позаниматься летом, для того, чтобы сильные стороны усилились, а слабые стороны перестали быть слабыми. Что еще можно сделать? Можно рефлексию провести в виде опор на вот такие фразы. Например, «Опять очень неплохая опора для обсуждений, причем это можно делать с учениками любого возраста. И начальная школа, как только они по Simple освоили, и со старшеклассниками можно делать. Конечно, можно поменять какие-то фразы, и это всего лишь одна из идей». Дальше. Что еще можно сделать? Еще можно устроить вот такой вот мини-проект. Провести, предложить ученику сделать презентацию. Например, за год. Каких-то самых лучших фотографий, самых важных, самых ценных за учебной. Но не просто их показать, а подготовить объяснение, почему выбраны именно они. При этом, вы знаете, вот такие вещи любят делать и совсем маленькие дети, потому что в телефонах у них все равно фотографии есть. И старшие ученики тоже на самом деле любят делать. И иногда выбор оказывается очень неожиданным, того, что они показывают. Но, тем не менее, это заставляет их задуматься, посмотреть на свой год. А поскольку про себя говорить любят все, в принципе, то это становится хорошей мотивацией для рассказа. Дальше. Помимо того, что мы оглядываемся назад, очень важно посмотреть вперед. Потому что лето – это все-таки не школьная пора. Лето – это время отдыха, это время каких-то интересных занятий, которых нельзя было себе позволить в течение учебного года. Например, поездки какие-то, хобби и прочее-прочее, на что не хватало времени, сил, возможностей и прочих вещей. Поэтому что можно сделать? Можно предложить, например, ученикам написать предположение о том, кто из их одноклассников как проведет лето. И вот они предложение написали. Мы их складываем в коробку, в пакет. А в сентябре можно начать как раз с прочтения этих предположений и сравнения с действительностью. Поэтому то, что уроки уже закончились, оно совсем ничуть не мешает. То же самое можно сделать, например, про одноклассников и сейчас. Точно так же, кроме одноклассников, можно написать про родственников. Если, например, вы занимаетесь с ребенком отдельно, вы с ним не работаете в школе и в классе, а это какие-то частные уроки, точно так же можно сделать, отложить, потом и в конце лета посмотреть. Но на самом деле в этой ситуации я предложил бы не столько про родственников писать, сколько чтобы ученики написали про себя, свои планы на лето, что я собираюсь сделать, что я надеюсь сделать, что я надеюсь, я смогу сделать, что я боюсь, я не смогу сделать, что я хотел бы сделать и так далее, и так далее. Что еще можно делать? Давайте посмотрим на то, что можно использовать из учебных пособий, но посмотрим, может быть, мы можем как-то их необычно, эти вещи использовать. И давайте вот с чего начнем. Например, можем взять стихи на английском языке. Почему стихи? Понятно, что летом дети не очень расположены по много заниматься. И волей-неволей приходится занятия делать либо короче, либо делать какие-то занятия такими, чтобы они были не очень тяжелыми. Есть ученики, которые наоборот готовы как раз летом компенсировать. Вот у них наконец-то временно любимый английский нашлось, силы выбрались, все получается теперь. Но многие ученики хотят, ожидают, по крайней мере, хотя бы первую часть лета, немножечко попроще что-то делать. Поэтому можно поработать с короткими текстами. Можно взять, например, вот эту вот книгу «Английские стиха в школе и дома». Я думаю, что многие из вас с ней знакомы. Там стихи написаны по тематике школьной программы. Они включают в себя упражнения на понимание, отработку лексики, грамматики, опоры для развития памяти. Я их покажу. Но я хотел показать еще одну необычную вещь, которую можно делать и которую дети будут делать с удовольствием. Можно устроить небольшую проектную работу. Взять и к этой книге создать песни с помощью нейросети. Коллеги, вы знакомы с нейросетью, которая пишет песни по вашему заказу? Напишите, пожалуйста, в чате. Поставьте, пожалуйста, плюс, если знакомы и пользуетесь. Минус, если не знакомы и вопросительный знак, если, например, хотели бы узнать про нее побольше. Чуть-чуть. Так, вот я вижу, кто-то уже пишет «нет» и хотели бы узнать. Коллеги, как у вас у остальных дела знакомы с такими нейросетями? Я на самом деле как-то проводил вебинар зимой, по-моему, про нейросети для учителя английского языка. Но если вам интересно, то я готов даже небольшой тренинг провести. Мы посмотрим. Может быть, в конце июня, может быть, в начале июля. Вот как вам поудобнее будет. Так, а сейчас давайте я вам покажу такую бесплатную нейросеть. Она на самом деле очень удобная. Ее освоить очень просто. Я сейчас покажу, что я сделал, и мы прямо с вами послушаем песню. Хорошо? Я взял вот это вот стихотворение. Оно мне очень нравится, поэтому я его очень часто показываю. Оно на самом деле довольно простое. Помните здесь, поскольку дети только-только начинают осваивать английский язык, это прямо для начальной школы хорошо работает. Тут есть стихотворение, но оно очень хорошо передает характер этой книги, потому что здесь очень часто неожиданное окончание совсем в этих стихах. Так, расскажу. Вот как раз Наталья Борисовна пишет, в этом году брала стихотворение с данного сборника для рекламации на школьный конкурс чтецов. Наталья Борисовна, и как были успехи, понравилось детям. Стихотворение очень простой. Посмотрите. То есть, когда ты читаешь заголовок, начинаешь с детьми обсуждать, как вы думаете, о чем стихотворение? Говорят, ой, наверное, грустный будет, потому что Лоуна Эдж одинокая, это плохо. А мы вдруг узнаем, что это стихотворение про мальчика, который очень любит свою комнату. Причем, посмотрите, тут у нас и глоссарии есть на случай, если ученикам какие-то незнакомые слова попались. И система работы есть. Послушай стихотворение, скажи, о чем оно, на какой картинке изображена комната одинокого Джимми. То есть, надо прочитать, понять, какие там детали совпадают, не совпадают. Затем идут занятия на лексику и грамматику, упражнения. Вот такие вот. И ответь на вопросы, и на понимание. И слушай диктора. К этой книжке есть все стихотворения, записанные на аудио. Очень, кстати, красивым, приятным голосом. Поэтому вы можете скачать аудиозапись. Вам для этого даже не обязательно книжку в руках держать. Вы можете зайти на сайт englishteachers.ru, это онлайн-магазин издательства Титл, взять вот эту вот книгу в разделе книги для чтения. И в аннотации вы увидите ссылку на скачивание аудиозаписи. Поэтому вы можете взять стихи. Но я вам покажу, как можно песню создать. Хорошо? Итак, тут ученики дальше читают стихотворение самостоятельно, заполняют пропуски существительными, заполняют пропуски глаголами. К тому времени, как они все это сделали, они уже выучили стихотворение наизусть, потому что оно простое. Последнее задание. Опиши в свою комнату, попробуй сделать это в рифму. А давайте я вам покажу, что можно сделать для того, чтобы создать песню. Есть вот такая нейросеть, Suno AI, называется, или можете просто набрать suno.com, и она позволяет создавать песни. Давайте, знаете, как сделаем? Я тогда могу провести отдельный тренинг, просто показать, как это делается. Хорошо? А сейчас я покажу результат. Я вам потом отправлю ссылку, вернее, презентацию. Вы сможете по этой ссылке пройти сами эту песню, послушать в случае необходимости. Прямо сейчас вы можете, если у вас под рукой телефон есть, сканировать QR-код и эту песню открыть. А я давайте сделаю вот как. Я сейчас снова запущу демонстрацию экрана. Одну секунду. Я просто хочу сделать так, чтобы у нас с вами и звук тоже был. Так, одну секунду. И я вам покажу, какая песня получилась у нейросети. У этой нейросети удобство в том, что вы можете сами выбирать жанр, какой получится. Вернее, не какой получится, какой вы хотите получить. Я эту песню создал буквально за 4 минуты, честно скажу, потому что я перед вебинаром просто подумал, хорошо, конечно, идею показать. Но одно дело идею, другое дело показать материал. Причем, посмотрите, вот у нас этот текст. Мы с вами видим «Broom, broom, I'm in my room» и так далее, так далее. Мы с вами видим, у нас картинка появилась. Причем у нас картинка появилась именно с... Вот у нас и код у нас есть. Правда, он тут не в кресле сидит, поэтому картинка не всегда бывает правильной. Вот у нас «Bookshelves» и так далее, и так далее. То есть песня нам рисует. Единственное, что посмотрите, пожалуйста. Я создал эту песню. Здесь нельзя регулировать, какой голос будет. Тут у нас мужской голос появился, не детский. Но давайте все равно послушаем. И я заказал, чтобы были жанры рэп и хип-хоп, потому что мне показалось, что такой ритмичный текст, который у нас получится. И давайте мы с вами посмотрим. Итак, я запускаю песню. Одну секунду, я надеюсь, что сейчас она включится. Если нет, то нажму на другую кнопочку. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Вот коллеги спрашивают, не проводится ли больше фонетический конкурс. Мы с ребятами участвуем, всем очень понравилось. Да, мы несколько лет назад проводили такой конкурс, когда дети выбирали стихи, и они их читали. Ну и затем получали призы. Авторы очень много работали, мы все тоже работали по оцене. Вы знаете, я думаю, что мы можем подумать, но мы посмотрим, может быть, почему бы и нет. На самом деле есть с чем поработать. Так, вот я вижу, некоторым коллегам понравилось. И посмотрите, у нас в чате уже есть ссылка, по которой можно найти аудио в описании книги. Это вы скачаете то, как начитано диктором, не песня, конечно же. А вот с песнями вот такие штуки могут быть. Да, это может для разнообразности. Мы как раз говорим об уроках летом, когда мы добавляем дополнительный ресурс для того, чтобы можно было просто при желании послушать. Но здесь мы не просто слушаем, а мы именно создаем с учениками, поэтому можно поиграть с разными жанрами. Вполне возможно, детям придут в голову такие жанры, которые нам с вами точно не пришли бы. По крайней мере, я прямо вот уверен, что у меня восприятие тут очень узкое, а у школьников явно оно будет пошире. И они придумают вот такие вот моменты. Да, попробуйте. Возьмите просто тексты. И вот как пишут, конечно, это их стихи, и дети такое любят. Причем, вы знаете, поскольку ученики смогут здесь выбирать такие жанры, которые именно им нравятся, то мы здесь очень быстро сделаем урок достаточно разнообразным для своих учеников. И они смогут показать, что у них получилось. Итак, давайте мы вернемся к презентации. Еще раз хочу сказать, я потом сброшу презентацию в чат, чтобы вы могли ее скачать. Если вам интересно, послушайте. Саму песню, на самом деле, там, видите, вариантов много. Я выбрал вариант, который мне показался мелодичным, удобным и разборчивым. И таким, который можно было бы при желании даже попробовать спеть. Я сам не рискну, но, мало ли, вдруг ученики будут отважные, которые захотят спеть, потому что музыка вполне интересная. Мне сначала показалось очень контрастным содержание и голос, такой мужской, низкий, которым это все поется. А потом я подумал, что вполне может быть интересно, и дети готовы, может быть, это исполнить гораздо лучше. Там, видите, интересные инструментальные проигрыши были и прочее. То есть действительно получилась полноценная песня на 2 минуты и 25 секунд. Вот. Что еще можно сделать? Если у вас ученики постарше, можно взять и книгу посложнее. Тех же самых авторов. Марианна Юрьевна Кауфман, Клара Исаакова Кауфман. Здесь уже где-то вот для старших классов эта книга подойдет. Тут у нас на обложке написано 13+. Но это действительно для подростков. 9 класс уже смогут осилить. 10-11 точно осилят. У кого-то, может быть, и в 8 классе ученики осилят. Это не просто стихи. Они довольно длинные. То есть это действительно funny stories and poems. Это именно рассказы в стихах. Здесь тоже есть аудиоприложение, запись в всех стихах. Точно так же упражнения есть. И здесь есть опора для проблемного обучения. То есть здесь мы не просто слушаем стихи, придумываем там песни к ним или еще что-то. А здесь всегда в каждом стихотворении есть проблема, которую можно пообсуждать. И вот посмотрите, пожалуйста, здесь в Map of the Book описывается, какие есть проблемы. Например, проблемы с отростков, такие как социальные сети, дружба общения, взаимоотношения в семье, досуг и увлечения. Не все дети любят стихи. Поэтому, конечно, не с каждым учеником их станешь читать. Есть и люди, и взрослые, которых никак прям не воспринимают. Поэтому если предлагать смотреть ученикам на это не столько как на стихотворение, на ритм, на мелодику звучания, а вот именно на забавные какие-то истории, которые позволяют начать обсуждать эти проблемы, то тогда вполне можно с какими-то стихами поработать. Тут их 10. Посмотрите, пожалуйста, темы самые разные, грамматический материал тоже указан, то есть можно поработать. Но давайте мы вернемся к тому, что можно делать без учебных пособий на лето. Как я уже говорил, можем помочь ученикам их лето спланировать. То есть они создают такое MySamaBucketList, пишут список того, что хотят сделать, а мы им помогаем планировать по месяцам и неделям. Почему это важно? Потому что мы с вами знаем прекрасно, как время летит. К сожалению, чем дальше, тем больше лета, оно очень быстро пролетает. Казалось бы, недавно только была весна, мы уже сейчас с вами в середине июня находимся. Правда же? Сегодня 14 июня, уже половина июня прошла. Уже и сессия почти позади, и экзамены почти позади, и не успеешь оглянуться, как уже нужно будет готовиться к новому учебному году. Поэтому если мы поможем ученикам распланировать, что и когда они могли бы сделать, то это будет здорово. Как вариант, вместо вот этого BucketList, потому что не всегда они знают, что хотят сделать, не всегда у них планы какие-то есть, вместо этого BucketList, если мы ученикам предложим прям понедельный календарь и сказать, давай придумаем какое-нибудь одно интересное дело на каждую неделю, которое будет связано с английским языком. Например, на этой неделе попробуем такую простую песню выучить наизусть, на этой неделе попробуем, например, там посмотреть видео, на этой неделе попробуем сделать то-то, то-то, то-то. То вы вместе с учениками в принципе можете создать сами себе тематический план занятий на лето, который можно с учениками делать, и вы точно не ошибетесь в плане того, что ученик хочет, что ему интересно было бы сделать. Но мы с вами всегда можем под это дело подогнать и учебный материал подобрать. Что еще можно сделать? Можно сделать вот такие опорные предложения, потому что сходу начать планировать не все ученики готовы. Можно сделать такие вещи, например, my three son and girls are, перечисляют, they are good for me because to make sure my girls happen, I will, my girls will require me too. Это тоже умение планирования, которое ученики, может быть и не заметят, но мы с вами знаем, как вот это вот саморегуляция учеников надо обучать, и как это непросто. Это вот как раз те самые регулятивные УУД, про которые так часто говорят, и про которые нам не объясняют, как это делать, но тем не менее. Кстати, если кому-то интересно насчет УУД и метапредметных результатов, как и достигать, это просто не в плане рекламы. в течение этого учебного года у меня вышло, я как соавтор выступал в Российской Академии Образования, два пособия, там как раз методические рекомендации, там есть пособие по оцениванию, там есть пособие по достижению вот тех самых метапредметных результатов в основной школе. Сейчас скоро выйдет, будет выложено на сайте ЕЦО.ру, это тут идти на содержание общего образования, от Российской Академии Образования будет опубликовано еще одно пособие, мы его вдвоем с Андреем Александровичем Колесниковым написали, это про контроль в старшей школе, и я вот дописываю, Андрей Александрович тоже добавит, мы должны 24 июня в РАУ сдать еще одно пособие, как раз по достижению метапредметных результатов, в том числе формирования УУД, но в 10-11 классе тоже будет доступно бесплатно, поэтому, если интересно, там неплохие получаются примеры и приемы, потому что я туда включаю в пособие приемы, о которых я рассказывал на вебинаре, которые я знаю благодаря вам, благодаря своему опыту, что они работают. Пойдемте дальше. Что еще можно сделать? Еще один прием, который можно использовать, это предложить ученикам, если у них никаких планов нет, ничего в голову не приходит, ничем не интересуются, такое тоже бывает, хотят жить как пойдет, вот просто, то, что называется let's play it by air, то есть давайте делать так, как пойдет. Можем предложить им создавать holding memory book, каждую неделю мы туда что-то будем вписывать. И можно взять бесплатный шаблон, готовый прямо в PDF, распечатать его, чтобы ученики писали, либо это можно делать в электронном виде, с помощью, например, Miro, или еще какой-то электронной цифровой, вот этой вот interactive whiteboard, где можно создавать такие вещи, или с помощью других инструментов. Давайте мы тогда, когда мы будем планировать вебинар, небольшой тренинг, вот поэтому по созданию песен и прочих вещей, давайте я вам покажу еще парочку нейросетей, которые тоже можно использовать для таких вещей. Хорошо? Вот как это может выглядеть в memory book. Например, либо про каждый день вот так писать. Это, знаете, тот самый микродневник, который нетрудный, который не тяжело сделать, потому что здесь очень материал необъемный, который могут и младшие школьники осилить, который могут и старшеклассники сделать тоже. Пишут, что понравилось the weather was, the people were, the only thing I would change would be, tomorrow I hope, и так далее. И можно какие-то, например, тут не обязательно картинки приклеивать, тут можно просто вписать, что видел, что сделал, куда ездил. То есть это те самые опоры, которые помогают ученику как-то структурировать свои мысли и записывать какие-то события. И в то же время это не тяжело. Это тоже можно сделать частью урока. Правда же? Например, мы можем на каждом уроке такое быстренько заполнять, выделить, например, там минут 5-6 на это, на все, в зависимости от скорости, от уровня ученика. Вполне может получиться. Что еще можно делать? Давайте теперь пойдем от младших школьников к школьникам постарше. Мы вот все больше пока про младших смотрели, но те приемы, которые я показывал, они в принципе работают с любым возрастом. Давайте мы теперь на более конкретные возрастные вещи посмотрим. Итак, младшие школьники. Например, берем пособие Натальи Владимировны Михайловой, я прошу прощения, если... А, господи, не Наталья Владимировна, конечно же, на нуле Владимировны Михайловой учим английский алфавит. Зачем нужно? Затем, чтобы ученики могли за лето не просто повторить алфавит, а составить свой личный словарь. То есть, это вот, знаете, для таких учеников, которые слабые, которые только-только, например, готовятся поступать в школу, изучили алфавит, это если вы с дошкольниками работаете, или только-только второй класс закончили. Как это работает? У нас каждая страничка посвящена отдельной букве, и она разделена на несколько частей. Когда, например, ребенок написал эту букву, произнес слово, пишет свои слова, которые начинаются на эти буквы, и затем I know, и пишет как можно больше слов, которые он знает на эти буквы. На самом деле, совсем простая вещь, очень простая, но это вот хорошо, когда летом какие-то маленькие опоры нужны, тоже можно часть урока использовать. То есть, вспомнили, молодец, пойдем дальше. И к концу лета у нас мини-словарик появляется, который ребенок сам составил. Насчет песен и стихов есть, конечно, и готовые песни. Это вот известная серия пособий Клары Сактумариан, Юрина Кауфман, Songs and Poems. Есть Songs and Poems for Junior School, есть Songs and Poems for School. Поэтому, если вы, например, хотите использовать какие-то еще стихи, кроме вот той книги, в школе и дома, пожалуйста, можно взять вот эти вещи. В ним, на самом деле, уже песни записаны, но никто не мешает взять те же самые тексты и посоздавать новые абсолютно песни с помощью нейросети. Вот такие моменты можно делать. Что еще можно сделать? Можно использовать тренажеры упражнения, которые помогают повторять английский самостоятельно и не скучно, либо которые можно использовать на уроках. Это очень удобно для планирования таких занятий. Например, берем по странице или по одному развороту в день. Там, как правило, разворотное построение. Например, можем взять тренажер по грамматике Елены Русиновой. Здесь все довольно просто. Здесь дети сами могут прочитать правила, вспомнить его, потому что они его прошли уже в течение года, правда же? Здесь у нас объяснение есть. И у нас есть вот такие простые упражнения, например, которые можно использовать. И здесь мы уже видим примеры не только из тренажера Елены Русиновой. Здесь мы видим задание из книги Мишки Грэма Артема Морозова, есть Мишки Грэма Элементари, есть Мишки Грэма Преинтермедиат. Вот такого рода задания могут быть. Это тоже задание из пособия Артема Морозова. Посмотрите, пожалуйста, например, это вот то, чем можно разнообразить занятия, либо просто построить занятия целиком из этого. Например, те же самые артикли Unscrambled Eggs называется, потому что буквы здесь перепутаны, надо сначала расшифровать эти слова, потом их вписать и затем написать, какие из них можно использовать с артиклем A или N, а какие со словом Some. Точно так же и холодильник и прочие вещи. Либо это можно использовать в качестве домашних заданий ученикам и говорить, что детки, сделаем вот этот вот разворот к следующему занятию. И это дополнительный момент, который хорошо разнообразит наши уроки. Мне, например, очень нравятся вот такие упражнения, которые помогают внести знания себе на урок. Вернее, знания из урока перенести в жизнь. Посмотрите, например, вот это вот рентгеновские снимки животных. Мы, конечно, можем просто предложить посмотреть, сказать, look at the eggs, rising gas, the animals. А можем сказать, давайте мы с вами будем тренироваться. Например, мы захотим поработать когда-нибудь лаборантами у ветеринара или, может быть, кто-то захочет стать ветеринаром. Поэтому давайте мы с вами потренируемся, посмотрим на вот эти вот рентгеновские снимки и попробуем сказать, что это за животное. То есть чуть-чуть добавили коммуникативной ситуации. И все тут же это превратилось в игру. Правда же? То же самое посмотрите. Вот вроде бы простая совсем вещь справа. Мы видим на страничке look at the pictures, think and write. Но мы здесь хорошо отрабатываем this is, this are. Тоже вроде бы все простенько. Но эти упражнения, которые благодаря картинкам становятся удобными и нескучными. То, что можно делать. Вот посмотрите две книги из серии Mishki Grammar. Есть elementary, есть pre-intermediate. И сейчас у автора в планах. Мы пока ждем рукопись. Договорились на конец июня. Но мы собираемся издать книгу, которая будет называться Mishki Vocabulary. То есть вот было Mishki Grammar Intermediate, теперь будет Mishki Vocabulary еще добавиться. Причем посмотрите, какие здесь есть задачи, которые можно взять как раз на лето и которые будут нескучными. Например, unscramble the words and find out what is in the pyramid. То есть здесь дети расшифровывают. Вот эту вот загадку, тайну пирамиды пытаются ее открыть. Или, например, вот эти вот фантастически придуманные знаки. Здесь мы mustn't can тренируем модальные глаголы. И надо эти знаки расшифровать, догадаться. Но поскольку они очень необычные, то тут можно интерпретировать совершенно по-разному. Если с первым, например, you mustn't fly, там еще более-менее понятно. Но вот, например, что там может скрываться за знаком номер пять. Или что, например, скрываться за знаком номер семь может быть. Здесь мы даем детям свободу. Они могут придумать сами. Самое главное, чтобы они объяснили. И вот вроде бы мы работаем с грамматикой, но получается нескучно и интересно. Либо вот такие могут быть загадки, которые можно использовать. Конечно, мы можем и сами такие загадки придумать, но насколько удобнее, когда они у нас уже есть и написаны. Например, it has got flippers, it has got a fin, it hasn't got hands. И с лексикой мы здесь начинаем работу, потому что такие слова, как flippers и fin, дети точно не знают. Они знают обычно legs, feet, paws и так далее, и так далее. Вот с flippers и fins как-то пословнее бывает. И вот мы эту картинку нашли при желании даже раскрасить можно, если ребенок склонен к такому творчеству. Правда же? Потому что это вот та самая ситуация, что пусть уж лучше книжки рисуют в поступе, чем они, например, там на парте или где-то еще делают. Так что здесь гораздо интереснее. И вот эта вот книга новая, если пособие Артема Морозова уже пользуется большой популярностью, у него и огромное сообщество ВКонтакте есть Мишки Энглэш, там уже более сотни тысяч участников, по-моему. А когда мы это пособие только начинали первое выпускать осенью, там было еще более 70 тысяч. Второе пособие, когда вышло, там было более 90 тысяч уже, и сейчас, я думаю, за 100 перевалило. А вот эта вот книга новая, я про нее уже говорил, и про нее очень хорошие отзывы от тех, кто пользуется, но может быть, для кого-то из вас она окажется новой. Это книга Натальи Селяниновой. Наталья Николаевна не только преподатель английского языка, она много лет работает в издательстве, титул, по секрету скажу, на пару лет дольше, чем я. Она ведущий редактор журнала «Английский язык» в школе, она редактор огромного количества учебных пособий, и наконец-то мне удалось ее уговорить, мы долго придумали, долго думали об этом, но мне наконец-то удалось Наталье Николаевне уговорить, чтобы она начала писать серию своих пособий, потому что опыт огромный этой работы. И посмотрите, мы назвали эту серию «Интересный английский», «Interesting» вон там, наверху, это «Игра снов», это не опечатка, это «Тренажер по лексике и грамматике». Вот сейчас у нас пока часть первая, мы сейчас заканчиваем работу над второй частью, она у нас выйдет, и посмотрите, какие здесь задания. Они тоже все, в общем-то, игровые. Например, тот же самый алфавит, вы посмотрите, во что он превратился, с шоколадной буквы убежали с коробкой с конфетами, помоги вернуть беглецов на место. Запиши слова в алфавитном порядке, тебе пришло тайное послание, расшифруй. То есть, действительно, задания несложные. А вот тут, посмотрите, реши логические задачи, какие цифры спрятались в круге, треугольнике и квадрате. И здесь дети вспоминают цифры по-английски, но они решают именно логические задачи. Или вот такие задания. «Do you know?» Пиши ответ в кроссворд по-английски. Сколько глаз у мухи, сколько лапку Божьей коровки, сколько игроков в футбольной команде, сколько месяцев в году, сколько колес у трамвая, сколько миллиметров в одном сантиметре. Вроде бы, знания-то такие общечеловеческие, но как раз помогает решать ту проблему, когда дети порой не видят связи между реальной жизнью и тем, что они изучают на английском языке. Что вроде бы, да, интересно, английский становится окном в мир, но связь не очень видят. А здесь эта связь появляется, потому что то, что они видят в окружающей среде, они как раз переносят в мир английского языка. Словообразование. Вот такие довольно любопытные задания, когда мы говорим про словосложение, например, plus flower makes a sunflower и так далее, и так далее. Sunglasses, cheeseburger, watermelon, snowball. Кстати, коллеги, я когда вот эту песню создал по Лоуна Джиме, я ее отправил перед началом вебинара Кларии Саковни-Кауфман, чтобы она послушала. Вот Клария Саковни-Кауфман пишет интересно. Мы с ней обсуждали, что, может быть, придумаем или конкурс какой-то, или создадим песни, так что автору песня показалась интересной. И это еще не значит, что вот мы ее... Я просто думаю, что мы, может быть, возьмем и сделаем подборку таких песен и просто ее выложим бесплатно для того, чтобы можно было способен использовать при желании. Но возвращаемся к нашей теме. Интересно английский. Посмотрите. Элементы языка знания. Слово сложения, как способ слова образования, какие слова зашифрованы в картинках. Вот мы видим, например, fire и fight, или man, получается fireman, firefighter, tooth и brush, toothbrush и так далее, и так далее. И на знания окружающего мира. Как думаешь, из каких стран привезли животных в зоопарк? Напиши название стран. Например, дети делают не такая простая задача, как кажется. Кстати, в книгах Мишки Грэма есть тоже подобного рода задания, где нужна фактическая информация. Когда дети читают тексты, они их могут потом записать, но исправляя ошибки. Например, dolphins are very clever and dangerous animals. They are often green or pink. То есть, вот у нас есть вещи, которые ребенку будет нетрудно в начальной школе исправить, но здесь довольно веселые вот эти вот ошибки. Или, например, strange summer. It's usually cold in summer. People wear warm hats, coats and boots. Ну, еще в начале мая то же самое можно было про Москву сказать. Правда же? Да и многие другие регионы в России. То есть, вот здесь ученики исправляют эти все ошибки. Или, например, посмотрите вот такие вот задания на коммуникацию, когда дети просто учатся рассказывать о себе, задавать вопросы и так далее, и так далее. Тут мы и письмо пишем, учимся писать и учимся задавать вопросы, отвечать на них. То есть, есть задания и парные, и которые может ученик поделать самостоятельно. И вот парочка новых книг, которые только готовятся к выходу летом. Давайте посмотрим, будут ли они полезны и интересны школьникам. Я думаю, что многие из вас знают книгу «Как читать на пять» Елена Владимировна Журавлёва и Дарья Михайловна Тимушевой. Книжка очень популярная. А вот от тех же авторов и есть, кстати, еще две книги вышли «My start with English». Но они вышли еще в прошлом, позапрошлом году, поэтому вы, возможно, ее знаете. Тоже для начальной школы. А вот сейчас мы готовимся к отправке типографию готовим. Вот такую книгу прописи по английскому языку пишем и запоминаем правила чтения. Чем прописи необычные? Я думаю, что вы посмотрели на страницу и вы уже можете сказать. Там не просто буквы в алфавитном порядке и какие-то слова, которые собраны, лишь бы только с этим буквами поработать. А здесь дети пишут и запоминают правила чтения. То есть, мы здесь решаем две задачи, достигаем двух целей с помощью одной книги. Например, вот у нас один из первых уроков это A. Дети обводят слова вот эти вот буквы lake, plain, cake и так далее и вспоминают правила чтения либо их запоминают и подписывают картинки. У нас тут plain, cake и прочие вещи. И когда мы движемся дальше, вот так на каждое правило чтения и на буквы сочетания и на все типы слогов вот эти прописи, они небольшие, там 48 страниц. Как раз хватит для того, чтобы хорошо поработать, все это запомнить и закрепить знания правил чтения. Но тут же есть, посмотрите, и вот такие вот задания «Проверь себя, подпиши картинки». Маленький тестик, когда слова-то у нас есть, но их надо подписать картинкам, то есть мы и с лексикой здесь немножко работаем. И в этой книге есть и вот такой вот словарь в картинках. То есть точно так же есть где себя проверить, это не разворота. То есть увидите 36 страницы и 40, это не то, что вот одна страница рядом с другой расположена, и достаточно туда посмотреть, чтобы все понять. Нет, здесь все это дело разведено. Но посмотрите, книжка небольшая, но в то же время удобные прописи, которые направлены на повторение правил чтения, а не только на работу с буквами. И вот там я хотел еще одну показать, но, честно говоря, много не показывал. Вот здесь один из первых уроков, поэтому тут только внизу странички отдельные буквы. А дальше идут слова, фразы и простые предложения, которые используются. Вот такие вот вещи. Как вы считаете, коллеги, вот такого рода прописи, которые отличаются от обычных, потому что там просто в алфавитном порядке учатся буквы писать какие-то простые слова бессистемно. А вот именно вот по такой задумке, как вы считаете, исходя из вашего опыта, будут ли такие прописи полезны, и будут ли они интересны? И имеет ли смысл, может быть, их даже попробовать с ними поработать немножко летом, если ребенок только-только, например, готовится пойти в школу, как пропедактический курс, или, может быть, он второй класс закончил, но не очень умеет читать. Я почему-то про это вспоминаю. У меня моя крестница, она сейчас уже учится в ГИМУ. Она уже на третий курс перешла, побеждает международных конкурсов, у нее превосходный английский, у нее китайский, очень неплохой, и так далее, и так далее. Вот. Но я помню, когда она училась в Балашихе и закончила второй класс, мне позвонил ее отец в ужасе и говорит, слушай, помоги, пожалуйста, Лере. Я говорю, а что надо помочь? Он говорит, ты представляешь, мы, говорит, закончили второй класс, и учитель дала задание домашнее на лето. Я говорю, какое? Он говорит, учитель дала такое задание, выучить алфавит и научиться читать. И вот мы тогда с Герой занимались. Так что первые шаги, я очень рад, что я смог руку приложить. Я, например, очень жалею, что у меня подобного рода книги не было, потому что они действительно здесь и в паре с основным пособием пригодятся, и просто полезны. И алфавит выучить, да и просто для закрепления можно. Вот если бы у меня тогда летом было такое пособие, как было бы здорово. Я тогда, помню, использовал обучающие компьютерные программы Enjoy the ABC, Enjoy English, и интерактивные плакаты. Тоже, в принципе, помогли, но вот это вот было бы, наверное, даже еще удобней. И еще одна книга, которая готовится к выходу летом, и это книга Елены Русиновой. Тренажеры по чтению. Прекрасно, вы знаете, по грамматике я немножечко показывал, только маленький кусочек. А вот здесь, посмотрите, новая книга, активатор разговорной речи. Что же это за такой активатор? За счет чего он активирует? Что это за книга активаторного типа? Посмотрите, пожалуйста, мы видим тут 22 урока. Видим темы этих уроков. Numbers, colors, family, animals, school, food, jobs, action verbs, boarded toys, adjectives, clothes, verbs. И потом у нас опять последние уроки, снова food. Вы скажете, как же так? У нас же шестой урок food, и 21-й, 22-й. Добавляется просто. Сложность вырастает. От present simple переходим к present continuous, с прочим вещам. Плюс есть методические рекомендации. А посмотрите, как здесь делается. Давайте мы с вами прямо вот один урок целиком рассмотрим. Хорошо? Как это работает? Я прямо специально взял 19-й урок и положил все страницы этого урока в презентацию. Так что, коллеги, вы первые, кто кроме автора и сотрудников издательства видят эту книгу. И целый урок с вами посмотрим. Здесь на самом деле делаются опоры. Это вот для тех учеников, которым действительно надо начать говорить, но они не очень умеют это делать. Слова не вспоминают, предложения им трудно составить, без опор говорить не могут. Здесь, посмотрите, берем тему дом. Сначала читаем слова, используя транскрипцию. Вот у нас есть. Если умеет читать без транскрипции, молодцы. Если нет, транскрипция есть в качестве опоры. Затем пишут по образцу. Здесь очень много работы с письмом. Вы можете сказать, ну подождите, мы вроде говорить, обещаем научить, а где письмо? А письмо-то здесь зачем? Затем, чтобы ребенок все смог запомнить и использовать эти опоры. То есть вот у нас I'm in the kitchen. Дальше они пишут по картинке I'm in the, в такой-то комнате. I am, то есть запомнили название этих комнат. Затем ответь на вопрос, запиши, прочитай. Where? My mom is in the kitchen. Where is the mom? Where is Jane? Jane is in. Jack is, и так далее, и так далее. Написали, прочитали вслух. То есть мы от опоры идем через письмо. Мы создали предложение, то есть мы себе создали собственную опору. Затем мы это пока еще читаем вслух. Мы еще не говорим. Мы пока читаем вслух. Это не одно и то же. Но это вот для тех детей, которые слабые, неуверенные, которым нужна помощь. Именно с тем, чтобы вывести их на говорение. Затем дальше смотрите. Запиши, прочитай. И вот тут дети начинают писать. Они сначала делают по картинкам. А потом они берут и вместо этих картинок рассказывают о своей комнате. О том, что там есть и прочее, прочее, прочее. То есть это вот как раз для тех, кому слов не хватает вечно. Которые говорят, я не знаю, что сказать. Которые путаются, так он построил предложение или не так. Потому что this is, either is, either are тоже там есть. То есть у нас получаются микромонологи. Вот такие. И таким образом, действительно, с помощью всех этих опор у нас устная речь как раз и активируется. Есть методические рекомендации для родителей. Поэтому в той ситуации, когда родитель к вам придет и скажет, а что это вот моего ребенка вот так учите, а меня не так учили, вы им всегда можете дать эти рекомендации, сказать, а вот почитайте здесь. Коллеги, я хотел попросить вашего совета. Вот тот вариант обложки, давайте я вернусь назад чуть-чуть, посмотрите, он нефинальный. Что значит он нефинальный? Картинки будут те же самые, но пока вот в этих speech bubbles они все говорят hello. А мы хотим, на самом деле, туда какие-то фразы вставить, чтобы вот они между собой обменивались какими-то, они только здоровались друг с другом. Если можно, напишите, пожалуйста, какие-нибудь коротенькие фразы, которые вы считаете уместно было бы использовать на обложке, чтобы тут или как мини-диаложки такие получились, или что-то подобное. И хотя здесь написано для младших школьников, это на самом деле и для дошкольников можно использовать как такое отдельное микропособие, в которое научат их первые фразы говорить. Поэтому, если можно, напишите, пожалуйста, в чате. И вот если вы что-то такое напишите хорошее, я думаю, что вы можете потом увидеть на обложке слова, которые вы предложите. Слова или фразы для вот такого вот общения. О, посмотрите, вот у нас nice to meet you, cool. Хорошо, коллеги, я обязательно сохраню чат. Great, может быть, отлично. Пишите, пожалуйста, ладно? То есть у нас такой общими усилиями принимаем участие в дизайне обложки, получается. Ну, а я пока вы пишете, еще немножечко расскажу, но уже прям совсем чуть-чуть, потому что мы движемся к завершению. Что еще можно поделать? Конечно, можно почитать с учениками, но хочется, чтобы чтение было интересным. Опять же, известные вам книги Клары Сакуна-Кауфман, Марьяна Юрьевна-Кауфман. Посмотрите, например, в пятом классе Bob the Hedgehog and His Friends, пятый-шестой класс. Необычная книга, потому что мы здесь читаем дневниковые записи. У нас есть английский коттедж, домик, в котором живет в саду семья ежей. И вот мы читаем записи из дневника ежонка Боба, ежика Боба. И мы параллельно читаем записи дневниковые Тома. Это мальчик, семья которого переезжает в этот коттедж. Он очень грустит, что у него все друзья в Лондоне остаются. И вот мы узнаем, как у них начинают развиваться взаимоотношения. Как он ознакомится с этой семьей ежей и что там происходит. Вполне приятное чтение. Развлекательные летом небольшие кусочки. Очень удобно почитать и пообсуждать. Авторы, когда писали, они читали книги по биологии. И вот когда они описывают поведение и привычки ежей, это основывается прямо на книгах по биологии. Есть ученики постарше, пожалуйста, есть книги про историю Великобритании. Но это именно художественные рассказы. Например, «Кольцо друидов» 7-8 класса. Большая, побольше книга. История США начинает прямо от путешествия на корабле Мэйфлауэр, что там происходило с первыми поселенцами и так далее. И основные события из истории США. И немножко из истории современных США. Вот такие моменты. Коллеги, а скажите мне, пожалуйста, как у вас, вот по вашим ощущениям, стоит или не стоит это делать? Я тоже хотел бы посоветоваться. Дело в том, что изучают ли у вас школьники, интересуются ли они в старших классах истории Великобритании. Почему я про это спрашиваю? Потому что нам предложили очень хорошее пособие. Предложила его преподаватель МГУ. Оно не сложное по языку, но это вот 10-11 классы. Как раз простые достаточно, но интересные, емкие информационные тексты про историю Англии, начиная от Древней Англии и заканчивая прям вот современными вещами какими-то. Там много иллюстраций должно быть, много фотографий именно. То есть это вот такая история, когда можно своими глазами посмотреть, почитать и прочее. Как бы вы сказали бы, будет ли такая книга востребована и интересна? Почему я про это спрашиваю? Потому что на самом деле мы с вами знаем, что и в ЕГЭ бывают тексты из истории Великобритании. И вы, наверное, слышали сейчас, кстати, что вышел приказ Рособранадзора, будут ВПР в следующем году, и будут ВПР в четвертом классе, в восьмом классе и так далее. И вот там тоже момент страноведческого плана обычно включают. И я поэтому сейчас думаю о том, как бы эту книгу сделать. Потому что вполне возможно она будет даже в двух частях. Яркая, большая. Вот, для Олимпиад не хватает формата пособи по страноведению на 7-11 класс. Так, хорошо, спасибо. Я думаю, что действительно для Олимпиад подойдет. Спасибо большое за эту идею, потому что я, честно говоря, думал, как это все позиционировать. Потому что книжка действительно рукопись хорошая, интересная. Но вот правильно объяснить надо, кому и зачем она нужна. Так что спасибо большое за ваш совет. В учебниках не хватает, на викторийных Олимпиадах запрос подобной информации часто. Да, это действительно можно как раз использовать со старшеклассниками для подготовки к Олимпиадам в том числе. Спасибо. Что еще можно делать летом? Давайте еще немножко расскажу. У меня буквально пара слайдов осталось. Я надеюсь, вы не очень устали, потому что я представляю, какой у вас усталость сейчас после учебного года. Многие из вас наверняка заняты на проверках работы ЕК. Это все нервы, стрессы и прочее. Вот чтобы такого сделать, чтобы нашу работу сделать менее стрессовой, но интересной, удобно с учениками читать новости. Не все подряд, потому что вы сами знаете, сейчас в новостях много очень и... одиозная информация, очень тенденциозно поданная и прочее. Но мы можем взять специальные сайты, где новости написаны более простым языком. И вот если первый сайт, он очень знаком всем, News and Levels, и Breaking News English, наверное, тоже его многие знают, то я бы обратил ваше внимание еще на несколько сайтов. Посмотрите, пожалуйста, и newsdispatch.com. Там очень хорошие, простым языком новости написаны. Удобно выбрать. Есть еще, что выбрать, скажем так. Выбирать, конечно же, надо. Это simpleenglishnews.com, тоже новости, которые пишутся простым английским языком. И там очень много human interest news. То есть про выставки, про животных, про открытия какие-то. То есть есть что почитать. И, например, есть english-online.at. Тоже вполне неплохой сайт с новостями, где можно информацию выбирать. Конечно, я призываю к тому, чтобы сначала посмотреть, что там написано, но я с трудом представляю, чтобы учитель не просмотрел тот текст, который он будет предлагать ученикам давать. И там есть всегда, что выбрать из того, что можно почитать с учениками. Простые новости, которые становятся основой для обсуждения. И плюс, посмотрите, пожалуйста, есть интересные вещи, которые мы с вами можем делать с учениками. Мы можем стимулировать реальное общение. Но вот с post-crossing сейчас посложнее, потому что... Хотя на самом деле огромная часть мира, огромная абсолютно юго-восточная Азия, очень многие страны, Ближний Восток и так далее с удовольствием этим занимаются. Post-crossing – это обмена открытками. Можете зарегистрироваться на этом сайте и находить адреса, куда вы будете отправлять открытки. Ученикам будут присылать открытки из этих стран. Многие с удовольствием это делают. Тоже вещь не новая, но популярная. А также, посмотрите, пожалуйста, есть специальные сайты для нахождения conversation partners. Это абсолютно бесплатно. И это сайты. Есть сайты, где можно любого возраста находить, но есть сайты, созданные специально для школьников, где проверяется возраст. И есть гарантия, что никто вашему ученику не напишет, притворившись, например, подростком, а там кто-то будет скрываться совершенно другого возраста. Посмотрите, пожалуйста, здесь целый набор. Посмотрите, какие будут удобными для вас, более удобными. То есть это специальные сайты, в которых прямо можно осуществлять общение. Это бесплатно заводится анкета, находится партнеру по общению, и можно это делать. Существует и приложение мобильное, например, Tandem. Очень удобно в Tandem. Там люди, как правило, разных возрастов, и там обычно от 20 и старше. Там и младший возраст редко бывает. Это для нас скорее кого-то можно найти из разных стран, с кем можно общаться. И вполне интересно оказываться на английском, узнавать про другие страны и так далее. А здесь можно прямо через эти сайты созваниваться, планировать какие-то онлайн-встречи, переписываться, находить себе друзей. То есть это примерно как PenPals, только по-английски. Плюс голосовые сообщения можно оставлять, и онлайн созваниваться. Это и ConversationExchange.com, и HelloTalk, и LanguageExchanges, и TheLanguageExchange, и еще целый ряд сайтов. Поэтому посмотрите, пожалуйста, можно помочь ученикам с должной поддержкой, с должной заботой найти себе партнеров по общению и превратить английский язык из учебного материала и инструмента в средство общения. Вот такие вот вещи. Такс. Спасибо. Страноведение нужно. Тест-драйв подобных новинок. Участновение принять участие в подобном мероприятии. Коллеги, вы знаете, спасибо большое за идею. Я думаю, что мы можем объявлять пилотирование в небольшом каком-то количестве. То есть, например, мы на учителя книгу можем давать бесплатно. Я думаю, что это решаемый вопрос. Ну, а ученикам там практически по себестоимости. Я думаю, что это решаемые моменты. Так. Из США открытки не приходят, увы, много интересных людей. Можно отправлять письма в США. Вы знаете, я бы здесь предложил бы, кроме США, посмотреть вот с помощью пост-кросса на другие страны. Потому что Латинская Америка та же самая, Аргентина, Бразилия, остальные страны. Очень интересно получается. Я не уверен насчет открыток. Например, я там общаюсь с друзьями из Латинской Америки, из Юго-Восточной Азии. Оказывается, удивительно интересно. Столько нового узнаешь из той же Бразилии еще откуда-то. С кем-то подольше общаешься, с кем-то реже. И очень любопытно получается. Поэтому очень посоветовало бы посмотреть вот на такие моменты. Ну что ж, коллеги, мы на этом на сегодня заканчиваем. Скажите мне, пожалуйста, в завершение, что из того, что вы сегодня видели, показалось вам, например, для вас наиболее полезным? Потому что понятно, что, ну, вот вряд ли здесь что-то для вас было. Я всего лишь привел в систему. Какие-то вещи, предложил некоторые идеи. Но я надеюсь, что какие-то для вас полезные были. Есть ли что-то, что вы себе сказали, ой, я вот это вот попробую со своими учениками? Например, что-то, что, может быть, в голову до этого не приходило, а сейчас захотелось. Да, посткросс на это именно открытками, конечно же. Я просто говорю, что в целом можно общаться с другими людьми, можно с помощью открыток общаться, можно найти конвенсаторский эксченч патнес. Вот поэтому та же самая Латинская Америка. Там почта работает нормально. Никаких проблем с открытками. Все это можно. Так, обзор литературы. Пригодилось в создании песен. Точно будем создавать. Хорошо. Но мы сделаем тогда еще тренинг. И потом, может быть, действительно посмотрим, может быть, даже конкурс объявить. Например, создание песен с помощью нейросети к определенному пособию. И посмотреть, что получится. Я думаю, что мы найдем и чем учеников наградить. И попробуем такие вещи сделать. Ну что ж, спасибо вам большое за ваше время. Я вам тогда желаю хорошего завершения учебного года. Если у вас есть ученики, которые ЕГЭ задавали, пусть у них будут только отличные результаты. И они все смогут поступить куда нужно. И я вам желаю хорошего лета. Приятного, интересного. Кстати, обратите внимание, у нас еще будут вебинары в июне. Поэтому не пропускайте. Поверьте, будут интересные моменты. И давайте тогда действительно запланируем небольшой такой микротренинг по использованию нейросетей. Я, может быть, повторю тогда микротренинг, который я уже делал. У нас есть видеозапись этого тренинга. Она в доступе. Там каких-то она небольших денег стоит. Но я думаю, что мы с вами можем именно и вживую сделать, потому что у меня есть что туда добавить. И показать из того, что я не показывал, например, из того, что было. Поэтому, если вам интересно, то я готов такое провести. А да, спасибо большое, что напомнили, где взять презентацию. Я вам сейчас ее отправлю в чат. Одну секунду. Это PDF-файл. Все, отправляю. Я специально кладу очень малые иллюстрации для того, чтобы файлы были не тяжелые. Но он всего 4 мегабайта весит. Поэтому можно скачать. Все, он уже в презентации, уже в чате. Проверьте, пожалуйста, скачивается все ли получается. Просто если вы с мобильного устройства смотрите, может быть, не очень удобно для скачивания. Но, тем не менее, на мобильном тоже обычно можно сохранить. Так, ну что ж, спасибо большое. Если кому-то нужен печатный сертификат участника, то его могут прислать по почте. Но там почтовые расходы, к сожалению, надо оплачивать. Поэтому есть ссылка для покупки сертификата. Если нужно, то с удовольствием пришьем. С мобильного все в порядке. Ну что ж, если с мобильного получилось, то уж с компьютера тем более получится. Итак, спасибо еще раз большое. Я вам желаю хорошего вечера, замечательного лета, приятного, радостного, чтобы у вас получилось хорошо отдохнуть и зарядиться новыми идеями, которые можно летом попробовать, а затем потом уже их раскатывать, как говорят сейчас программисты, научников на широкие массы. Спасибо. До свидания.